здравствуйте глубоко уважаемые любители летных видов спорта посмотрите какая красота телефон снимает даже ночью даже луну снимает вот луна а рядом с ней роторные облака выплевывает а это значит что можно лететь на волну ну вот как выглядит наш аэродром ранним утром еще взлетать нельзя потому что земли не видно мы пока выкатимся еще потупим немножко но самое главное что можно летать настолько светло что в принципе уже можно летать вот на луна полнолуние при полнолуние очень красиво она прячется в облака периодически в только что не было этого блока его выпрямило можете даже понаблюдать как это облака работает давайте сейчас камеру обопру от обверный планер о точно так лучше я надеюсь вам видно наш планер тень нашего планера и потенциальный рассвет видно тоже рассвет потенциальный на горизонте очень красиво силуэты гор подсвечит и мы выкатываем планер для того чтобы попробовать взлететь и взять волну в принципе все абсолютно реально по той простой причине что время как раз подходящее в принципе вот эта луна уже почти дает видимость для взлета ключевой момент что почти расстояние до земли не чувствуется поэтому взлетать ну уж точно нельзя тем более если какой-нибудь кабан на пол на полосе пасется мало ли что так что мы честно ждем пока не наступит ровно полчаса до рассвета и будем слетать у нас пять минут осталось до расчетного времени когда называется полчаса до рассвета вот официально получится до рассвета мы можем взлетать камера одна камера стоит готова снимать камера на хвосте тоже готова работать наша прекрасная принцесса на фоне будущего восходящего солнца пока это только домек на рассвет на часах Вот можете посмотреть сколько 5.35, на самом деле не 5.35, 6.35, нет, часы невравильно идут. И мы встречаем доброе очередное утро в волне, потому что, как это, погода бомба, контент огонь. И посмотрите, какая вообще красота, луна еще присутствует. То есть не только, конечно, телефон не передает все это вот прям, не знаю, может тут без увеличения передаст мне, без уменьшения. Ну что, Илюк, забирай. Да. Да. Видишь, тут надо немножечко элозить на вот этом, тут она действительно очень коротенькая. Почему? Потому что по ущелью разгоняет воздух, перекидывает через хребет, здесь такое прям местное, ух. А потом наберем, пойдем на угол, там видишь, как тоже красивое, какое облако. Вот прям по курсу, вот туда попробуем сходить. Но нам надо тогда 2.500 здесь где-то наковырять. Друзья, на гнезду еще города вот спят, там фонарики говорят всякие. То есть телефон очень сильно задирает. Освещение, кажется, что вообще не темно уже. На самом деле, ну, действительно не темно, потому что мы бы иначе не взлетали, если было бы темно. Но в целом и не сказать, что светло совсем. У рассвета осталось еще немножко времени, за которое мы планируем чуть-чуть повыше подняться и снять вам шикарный рассвет в небе. Главное, что волна есть, это прям уже все сильно радует. Вообще проснуться вот таким бодрым, добрым утром, это бесценно. Хе-хе-хе-хе. Хорошего настроения, хорошая компания, гей. Это, слышно, класс, смотри, как Пятигорта рисуется красиво. Ты можешь, кстати, спиральку сделать здесь. То есть попробовать... Не, я думаю, что со сносом. Вот когда волна узкая, очень удобный. Кружочек протяжка, кружочек протяжка. Вот прям увидишь, как это. Ну, пока так, пока привыкай, да. Ну что, друзья, выбираем высоту, ждем, когда солнце взойдет. Друзья, посмотрите, как Олегович уже сжился со шлейхером. Прям две лапочки теперь, гляньте. Нежненько. Кто смотрит на Луну, кто ждет восходящего солнца. Да солнце еще... Нас обманула обсерватория французская, видимо. Обещали, что будет в 6.44 восход солнца. Уже в 6.45. 5.49, ну 6.49 на самом деле. Сейчас врут. А солнца-то не видно. Может, она за горами прячется там на горизонте. То есть, может быть, как-то что-то там... Ну, должно же появиться. Мы не будем, конечно, пляски устраивать с бубнами, типа, по пляшам и солнце взойдет. Поехали, что там взойдет. Но вот мы с нетерпением ждем, когда этот процесс случится. Действительно, набрали уже высоту. Ну, не очень большую, конечно. Всего лишь 2.5 тысячи метров. Но... О, какой-то клоп с нами, смотрите, летит. О, у меня по руке ползет. Предрассветный клоп. Смотрите, друзья, что сейчас с ним будет. Клоп умеет летать. Все, теперь клоп с 2.5 тысячи будет потихонечку спускаться. Смотрите, сколько ему надо будет лететь. Зато посмотрите, какое классное место жительства клоп обрел. Вот это там внизу, на этих елочках. Будьте, пережите. А жил раньше на аэродроме. Вот такая вот... Вот такое вот странное. Представляете, какая... О, вот оно солнце! Слушай, как вгновенно. Ты посмотри, как... Вот я первый лучик увидел. Слушай, а какое яркое. Такое прям очень красивое. А-а-а, эмейзинг! А-а-а, вообще! Друзья, просто бомба! Бомбище! Очень красиво. Первый лучик прям вот... Так, дать, как глаз с пучкой такой. Бак-бабак! Слушай, как я удачное увеличение сделал. И как переливается на крыле золото. Так, друзья. Смотрите вот эту мою фишечку. Вот, вы видели рассвет? Смотрите. Сейчас будет закат. Опа! Хе-хе-хей! А теперь, смотрите, рассвет, солнце вручную. Опа! Э-гей-гей-гей! А теперь, смотрите, еще разочек. Хватит там, интересно? Мне надо 280, могу разгонять. Вот, борт в прошлый раз зашел на 200. Сейчас, смотрим, смотрим, смотрим. Зашло! Тоже на 200. Но немножечко, скажем так, можем халтурить за счет того, что там у гор тоже есть какой-то профиль, мы сейчас за какую-то вершину зашли. Вот, видите, опять рассвет. Давайте я вам сейчас увеличу, чтобы видно было, как... Да, вот сейчас хотя бы вот тут опускаемся. Закат! Хе-хе-хе! Э-гей! Э-гей-гей, друзья! Такого я еще не делал. Оп! Ну, я закатывал солнце. Именно на закате я так делал. А вот на рассвете у меня еще такой закат солнца вручную не получался. Пока я тут вам это, прыгал, 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 видите, я улетел с волны. И мы сейчас теряем высоту достаточно стремительно. Минус 2,6 метров в секунду. Так что мы сейчас с вами по-честному еще раз закат, восход посмотрим, потому что я возвращаюсь в волну и буду набирать те там, не знаю, 300 метров, которые я профукал. И как раз за это время солнце на эти 300 метров поднимется. Ну, вид просто потрясающий. Обычно, обычно на экране в это время огромное количество облаков, и они это солнце заслоняют. Ничего не видно. Но не сейчас. Какую-то мы новую волну, что ли, нашли? Смотри. Да. Друзья, пока вы тут летали, фотографировали вам, снимали солнце, каким-то чудом нашел какую-то новую версию волны, какой-то очередной отскок. Я думаю, отскок вот этого. Ага, может быть, да. Потому что получилось совершенно интересно и случайно. Оп. Оп. Очень красиво. Вау. Да вообще, слушай, она каждый раз новыми красками играет. Просто потрясающая штука. Главное, друзья, посмотрите, тут вот это с этой стороны солнце, а с этой стороны, посмотрите, луна. Знаете, вот так вот, какое доброе утро бывает. Вот так вот раз. А еще, вот я вам так скажу честно, когда будильник зазвенел, ну, в 5.15, я еще думаю, ну, вот же, какие же вам все-таки сказочные эти самые. Вот зачем оно нам надо? Вот сейчас переться, в такую рань, на аэродром, расчехлят, аэродром, кстати, вот внизу где-то прячется, расчехлять принцессу, тащиться вот на эту высоту, мерзнуть опять же. В шортах пришлось лететь в дуру. Как приехал на аэродром, так и полетел. А сейчас летаешь, понимаешь, что это одно из самых прекрасных зрелищ, которые вообще, в принципе, вот можно увидеть. Оно совершенно потрясающее. Вот это даже вам телефон не передает вот все обилие красок, он просто передает, что вот так вот. А мы-то видим всеми глазами Сергею Олеговичу, вот просто подвываем от восторга. Да, а еще сейчас начнет облака подкрашивать красным. Вот, вот видите, вот облака там есть. Это же будет вообще, нам надо, кстати, попытаться, может быть, на эти облака перелететь сейчас. Сколько, 2 700? Слушай, ну классно прет, ты вообще, видишь? А я сейчас ширину, друзья, что я сейчас делаю? Я сейчас ширину волны проверяю. Видите, я делаю спираль, и нас постепенно сдувает, сдувает, похоже, в самое вкусное место. Так обычно в волне не бывает, но сегодня просто особенная волна, она слабенькая. Вот сейчас ущелье, вот крыло показывает, по нему разгоняет ветер, перекидывает через скребет. Мы в первый раз не в самом лучшем месте были. И вот я насколько, сколько я спиралик сделал, видите, насколько меня подсдуло. Ой. И вот я сейчас разверну нос планера по направлению к самому вкусному месту и попробую зависнуть. Вот кто говорит, что планер не летает, на 80 долетает. Вот видите, как принцесса прекрасно висит. Ну там в 78 она может висеть. И она, кстати, валиться не будет, я вам сейчас покажу даже. Вот смотрите, я ручку постепенно дотягиваю, 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 тогда висит, 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 висит. Да не стопорнем, ну тут же и стопорнем, что там такого. Видите, валится, валится, не нравится, и она ругается, пытается парашютировать. Пытается парашютировать. Вот, не хочет. Ну валить мы ее не будем сейчас. Он же все-таки в волне. Забирай ручку, а то я вижу, что ты даже хочешь полетать. Ты меня пугаешь. Ой, вот так вот. Ну и вот такой я сижу весь довольный и счастливый. Передаваю вам доброе утро, друзья. С высоты всего лишь 2848 метров пока. Но я думаю, что мы немножечко поработаем над этим и теоретически, если волна не выдаст, мы можем попробовать и на 5800 мы можем здесь набрать, 5800 метров. Вот это будет вообще супер доброе утро. Уважаемые любители ледных видов спорта. Погода бомба, контент огонь. Ух.